всем привет ребят или доброе утро ну что опять очередные новости от разработчиков у нас будет введен новый режим не знаю сколько уже режима у нас конечно но это с одной стороны радует что все таки игра не стоит на месте у нас вводят очередные нововведения это будет новая локация называется на забытый путь где она будет пока не понятно но судя по всему локация будет очень интересной потому что будут давать помимо славы то есть кулачков которые нужны для прокачки героев также самоцветы как они пишут какое количество пока к сожалению и какие награды за что неизвестно будет все без помощи магии войск ну я переведу вам дословно что написано будет введен новый режим забытый путь где вы столкнетесь с вражескими башнями и героями без помощи магии и войск то есть по сути какое количество там будет героев какие вообще будут условия вообще пока ничего не понятно но уже ближе к обновим это надеюсь узнаем будут топовые плюшки готовы ли вы ну мы конечно я я то в частности всегда готов в принципе надеюсь что это будет интересная локация не очередная трата времени как например забытые говорю забытые пустынные руины в принципе вроде тоже локация интересная но смотришь даже времени на нее нету ее и проходить по сути вот видите какой хороший ник сразу с утра попался проходить то нечего но и она не особо интересная время опять же тратится и думаю многие точно так же как и я просто на эту локацию не ходят потому что ну и времени не хватает и часто забываем об этом вот есть куча старых локаций которые можно было бы переделать и сделать игру интереснее но к сожалению они пока этого не делают поэтому с одной стороны это тоже печально что все старое забывается очень быстро и не делается никаких попыток изменить локации которые действительно уже умерли а были очень интересные из них начиналась именно вся игра вот как видите можно тоже не заморачиваться для тех кто не знает можно отвоевать первые бои просто выйти вот поэтому блин ну не знаю очень много инфы об обнове уберут артефакты добавят нам хранителей или стражей еще неизвестно как они будут называться да это возможно круто это интересно изменение старых скажем так старой системы но есть более скажем так существенной локации которые интересны это тоже самое атака фартов где мы можем в онлайне поразвлекаться с другими игроками также битва гильдий которая по сути уже давным давно должна быть изменена потому что ну то что сейчас с ней делается это какие прокачки героя уже скажем так не оправдывает себя старая система потому что с каждым обновлением выходит новый герой и он настолько усиляет усиляется со стороны джи джи что просто все ваши старые прокачки и странные как я всегда говорю просто никому не нужны потому что один герой вас просто будет шатать в данном случае вот как последнее обновление огнекрыл да просто тупо разносит всех ему пофиг какие там у вас прокачки какие у вас герои и все остальное поэтому хотелось бы чтобы они именно на это обратили внимание вы пишите какие по вашему мнению локации достойны или нуждаются в изменении например та же самая забытая битва я просто туда просто тупо не хожу колизей тоже забываю не из-за того что у меня там куча ресурсов из того что просто времени нет и просто бывает забываешь возможно было бы неплохо чтобы они сделали это например напоминал куда что ты вот не прошел то 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 ты заходишь в игру у тебя сразу высвечивается там сбоку локации которых ты не принял участие то есть дословно все потому что не хватает времени локации все больше больше как-никак это мобильная игра они онлайн в этом как другие где вы можете просидеть сутками там надо что-то крафтить фармить здесь принципе где-то то же самое но это немножко не то да хотелось хочется чтобы проект дальше развивался но с такими темпами все больше больше людей просто забивают уходят и не хотят играть потому что во первых все упирается на один донат во вторых скучно не интересно каждую обнову выходит новый герой новые таланты которые просто тут нивелируют все ваши старания и все что вы сделали там не знаю завод за два за три кто сколько играет поэтому хотелось бы в этом плане немножко чтобы со стороны разработчиков были приложены хотя бы какие-то усилия для изменения хотя бы усилия и хотя бы они начали немножко я не знаю кто там занимается играть в эту игру и понимает что все таки народу надо вот так nokia принципе будем ждать уже обновы как обычно на тайване она выйдет в первую очередь я надеюсь она уже должна была быть я уже ожидал ну я так понял это все будет у нас на следующей неделе так что у нас тут на рынке сегодня есть интересно афинка скин у меня к сожалению уже прокачан на максималку что по акциям вот созвездия есть бингу поехали нам надо два перомага натащить для архидемона сколько там надо самиков потратить как обычно только одни растраты так созвездий 80к это до 460 можно поехали на нашего стрелка как обычно мне что-то ребят на стрелке просто тупо нравится коробок нет ничего нет как бомж одни самоцветы копятся так 3 перомах не то ну кто видел созвездие и чары мой я чары на созвездие тфу ты вот и ну не проснулся еще так у нас к сожалению не то я что-то себе чара чара это созвездие сейчас мы созвездие переролим на тыковки надо вот видите тыковка опять приходится переделывать каждый раз под каждого архидемона приходится тыкву переделывать так созвездие она у меня была собрана на жизнь раз и надо крита добавить чтобы критовала почаще но как обычно крит крит сейчас у нас просто падать не будет так пятерка первое это уклонение уклонение падают культа нет мне как-то на этом поболее нравится на китайке там хоть и получается в стоимости пока в два раза дороже выход намного лучше всего причем как видите вот за самоцветы меняем пятерки практически не выходит хотя раньше все было по-другому опять то ли панерфили шанс уклонение падает на ну ничего себе первый крит наш сейчас должно как по маслу пойти так второй крит почему именно крит удар для тех кто не понимает разницу крит удар дает шанс срабатывания крита то есть чем выше у вас будет на героя крит удар тем больше вероятность того что сработает крит урон это увеличение крита который проходит от вашего героя крит сопротивление это соответственно дав шанс не получить крит для того чтобы герой у вас скажем так очень часто критовал надо как минимум 5 созвездий ловить перед удара ну и крит урон по сути там на разгоне не особо важен будет там если в таких обычных локациях еще дата на архидемоне стоит лимит счетчик сейчас нам сделали по набору количество урона находится чтобы сняли еще сам лимит чтобы можно было потестировать разные варианты разных героев посмотреть что и как но пока к сожалению нет этого но уже очень большой прогресс в плане архидемона у нас есть так уклонение точность но это мне не надо точность принципе можно было оставить уклонение однозначно нет интересно когда уже тыковки ведут двенадцатый вот есть крит удар еще один и сейчас пятерочку атака принципе можно оставить так окей с тыковкой мы разобрались и еще у меня один вариант это стрелок он тоже сейчас используется на архидемона как видите у меня здесь стоит уклонение все приходится тоже переделывать поехали раньше качали а сейчас качаем совсем другое надо попробовать потестировать скритом так крит ну и даже на то по локациях на дефе будет чаще критовать от этого хуже скажем так тоже не будет но в принципе уклонение все таки получше потому что миссы есть миссах ну давай рандом чеку девинас опять конечно это не чары ролик чарами все более печально видите тут тут попроще как-то но созвездие так что кто не в теме очень много решают на героями усиливают базовые ваши характеристики кто помнит когда ввели агментацию там реально разница очень большая была сразу там столько было крика по поводу этого всего сейчас на это уже так не особо обращают внимание потом появились вторые талантики у нас двенадцатые скиллы и сейчас все опять же успокоилась все успокоились и ожиданий что же будет дальше потом таланты начали менять теперь у нас будут стражи так ну давай рандом чик вроде на все герои пятерки стоят уже так крит есть по 450 ну не знаю видите двойки тройки тоже падают так есть крит и жизнь 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 такое себе не особо интересно тем более у нас надо 3 сопротивление атака опять ну вот такая вот пусть будет сборочка опять же сейчас я вам покажу 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 как как он будет критовать то есть видите крита у нас нету топора нету тут за счет созвездия двенадцатого скилла сейчас у нас стрелок будет выдавать должен по крайней мере выдавать неплохие удары так давайте попробуем тут там фрая конечно есть вот видите прошел по какому-то герою только что крит так сейчас тут и фрая такие расстановки в топе так не особо увидишь не особо заметно так тоже и фрая 5 нельзя потестить нормально надо еще будет сама чара переделать по шаблону одни и те же расстановки стоят если по ней сейчас хоть что-то помогали в чем-то спасали как по мнению просто и самые легкие так вот видите критует вот здание насколько чаще крит появляется то есть это чисто ради архидемона вот такая вот сборочка на папа все-таки конечно уклонение будет самая топовая потому что будут вас очень часто попадает так как я использую стрелка в основном на архив уже поэтому решил поменять все пишите комменты что вы думаете по поводу обновления вы обязательно подписывайтесь лайки всем пока